Бескомпромиссная, безапелляционная, бессмертная Библия Программа Б Недовольство своей жизнью – обычное состояние для человека Мы ворчим, плачемся друг другу и валим все на обстоятельства А что, собственно, мешает нам жить лучше? Насколько объективны причины? Как найти свое место под солнцем и только ли в деньгах дело? Поговорим об этом сейчас Давайте поговорим, да, здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, мы в прямом эфире У нас 21-е сегодня апреля Это для того, чтобы вы поняли, что мы действительно в прямом эфире В программе Б сегодня Олег Бендасов и Андрей Васильевич Стародубцев Будут пытать человека, который согласился Я думаю, что просто по недоразумению согласился Прийти сюда по доброй воле и попал в наш капкан Для того, чтобы мы сегодня могли вытянуть из него не только ответы, но и душу Вы очень самоуверенный, Олег Потому что этот человек, когда попадает в капкан Он разрывает капкан в клочья, съедает его и бежит дальше Потому что он знает, как управлять своей жизнью и как выкрутиться из любой ситуации Сэм Голланов у нас сегодня в гостях Бизнесмен, бизнес-тренер Страшное слово, коуч Здравствуй Привет всем Рад был здесь с вами и спасибо большое за приглашение Итак, Сэм Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше Это правда Я почему-то вспомнил вот эту цитату, когда мы готовились к передаче Правда? Согласен? Слушайте, жизнь вообще удивительная штука, честно говоря Она прекрасна, разнообразна Иногда имеет оттенки серого Иногда бирюзового, лучезарного, золотого В общем, наполнена всеми цветами радуги И это делает ее уникальной, необычной А самое главное, что наша жизнь – это наша жизнь Ты точно? Вот это вот демагогия Оттенки серого – это в твоем дорогом пиджаке сегодня, в котором ты пришел на эфир А нормальный человек, обычный человек, то есть он… вот таких слов обычно не говорят Очень хорошо Я замечаю, да, что вот люди, которые говорят о том, что жизнь прекрасна, посмотрите на все краски, которым она играет И все вот это вот бла-бла-бла, это говорят люди, у которых все нормально Которые в час по сто баксов зарабатывают А то и по тысяче, да Слушайте, ну давайте так, это, во-первых, это неправда Я думаю, что тут можно сразу сказать, есть люди, которые, чья жизнь наполнена невероятными трагедиями, испытаниями и так далее Вам скажут, в общем-то, примерно то же самое Потому что не благосостояние или не когда все ровно делает нашу жизнь такой как бы счастливой Но когда мы видим какую-то динамику, когда мы можем оцифровывать какие-то вещи, быть осознанными в том, что происходит И когда мы понимаем, что вот все, через что мы проходим, да, там, трудности, испытания и так далее, и так далее Делают нас, в конце концов, теми, кто мы есть И если мы можем от этого получать удовольствие, ну это вообще самое высшее благо, мне кажется Так зачем тогда управлять своей жизнью и менять свою жизнь, если мы просто можем перестроить свое отношение И получать удовольствие от того, где мы есть и в чем Ну, в общем-то, на самом деле, то, что вот, Андрей, ты сейчас сказал, это одна из даже мировых религий, да Зачем вообще что-либо делать, когда можно просто сесть, там, минимизировать все и, в конце концов, войти в состояние, когда тебе ничего не нужно И, наверное, наверное, я это не пробовал, но, наверное, это приносит какое-то удовлетворение или счастье Вот я бы с удовольствием подискутировал на этом Ну, вот раз уж мы такое слово страшное сказали, счастье, то я задам вопрос нашим радиослушателям Чего вам не хватает для счастья? Сколько вам не хватает для счастья? Тема нашего сегодняшнего разговора – как жить лучше и в целом, да, и стоит ли жить лучше И вопрос ко всем радиослушателям Можно звонить, бесплатный номер телефона 8 800 333 17 06 8 800 333 17 06 Ватсап и Вайбер работают 7 плюс 7 977 850 0996 977 850 0996 Мы сегодня в стиле коучинга такого работаем Потому что мы задаем вопрос нашим слушателям, вопрос, который поможет им собраться с мыслями И определиться вообще, чего вам не хватает для счастья Вы сначала поймите, чего вам не хватает И, может быть, тогда вам будет проще этого достигнуть Смотри, вот тут такой момент есть Я когда готовился к нашему эфиру, я что-то много там каких-то цитат нашел, да, каких-то вот пунктов Потом я просто успокоился и сфокусировался на вопросе, что мешает нам жить лучше И доверился ведущим, наконец Абсолютно точно И тут, мне кажется, вот надо начать действительно с малого Как вот правильно было замечено, что надо, во-первых, понять, что значит лучше Что значит лучше Лучше чем что Лучше, но это другое Надо понять, самое главное, кто я Вот что значит нам Что значит мне Я нахожусь, кто я есть, да, и куда мне, собственно, из этой точки двигаться, будет уже понятно Да, все начинается вот именно как раз вот, когда мы садимся, наверное, в тишине где-то, да, и думаем, вот кто я Каждый день, каждый день нам куча людей говорят, да, там, что нужно быть тем-то, нужно верить во что-то Иди, идти с этими, работать там-то, носить это, носить пиджак, носить то-то, это модно, это не модно И понимаете, мы вот засоряем свою голову, и в какой-то момент мы просто не понимаем Мы хипстер, мы академик, мы менеджер в офисе, или мы частный предприниматель Круто работать из дома, или круто ездить в офис на белорусскую, то есть, понимаете И вот эти все вещи, они в нашей голове роятся И абсолютно не дают вот нашему я какому-то вот первоначальному выйти на улицу Вот поэтому первый вопрос, который Андрей предложил Генеральный вопрос, ты своей жизнью доволен? Очень Сейчас не только тебе, любому человеку, который потерялся во всех этих определениях Который сидит и думает, кто же он такой, да, то есть, кто и тварь дрожащая Или я тут какие-то права имею Вот, привет всем свидетелям Иегова, которых, собственно, вчера запретили Вчера запретили, закрыли, да, поэтому вот, ну, если кто-то будет слушать эфир в повторе То, соответственно, какое-то время назад Вот, так вот, доволен ли ты своей жизнью? Олег, я должен сказать, вот, не кривя душой, что я очень доволен своей жизнью сейчас Вместе с тем, я должен сказать, что вот так трудно, как вот, ну, в эти периоды, в этот год Может быть, мне не было никогда за мои предыдущие 30 лет жизни Вот, потому что, ну, как бы, ответственность колоссальная Да, то есть, у меня есть бизнес, у меня есть сын, у меня есть жена и куча других разных вещей И я должен сказать, что это непросто То есть, я не знаю, вот, если кто-то вам будет говорить, что это, да, там, знаете, там, с полточка бизнес запулить Ну, я восхищаюсь этим человеком, равно как, наверное, и все остальные Это непросто, я могу сказать, вот, от себя, во всяком случае Хорошо, мы вернемся к уровню удовлетворения своей жизни нашего гостя сегодняшнего Семьёна Галанова А пока у нас телефонный звонок Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Меня зовут Владимир Добрый день, Владимир Добрый день Как жить лучше, да, сколько вам не хватает для счастья? Сколько не хватает, я вот так немножко вот подсчитала Ну, миллион мне не хватает рублей для счастья Да, согласен Миллион в месяц или миллион в год? Не, миллион вообще А вообще миллион? Да, да, вообще А для полного счастья 105 миллионов А вы когда-нибудь держали миллион в руках? Нет, миллион не держал, нет А полмиллиона? Полмиллиона не держал, нет А 300 тысяч? Сколько? А 300 тысяч? 300 Может быть, удовлетворенность наступит и от 300 на самом деле? Нет, 300 на книжке у меня есть Так, не рассказывать Антону личной информации Вот так вот мошенники и работают Я на самом деле почему спрашиваю? Потому что очень часто у нас есть какие-то, опять же, образы Миллион, да, вот Казалось бы, много Миллион или 5 миллионов Ну вот, а у меня вопрос Окей, вот, ну, представим, что Вам сегодня перевели на книжку Миллион рублей дополнительных 300 оставите, миллион можете потратить На что вы их потратите? Вот скажите, например А я сейчас не буду Я их культурно, культурно вложу Выгодно вложу, так сказать Да Ну, я знаю куда Вы знаете Мне сразу вспоминается одна притча Которую рассказывал один очень известный еврей Вы знаете, что евреи, у них очень хорошее отношение к деньгам Вот он сказал примерную притчу Что одному, значит, дали Миллион, второму 500 тысяч, а третьему 100 Вот, интересно посмотреть, как вот эти люди распорядились деньгами Так вот, тот, кто деньги вложил в какой-то вот прям совсем малый инвестиционно привлекательный пай Тот оказался, в общем-то, не в самой выигрышной ситуации Потому что он должен был распорядиться этими деньгами по-другому Хорошо, спасибо, Владимир В принципе, ситуация, да О чем-то подумать можно, можно о чем-то подумать Да, то есть человеку нужен миллион для того, чтобы вложить и дальше Чтобы положить, да, чтобы положить, и он лежал Нет, он сказал, вложить в какое-то дело Он же сказал, я тут посчитал То есть у него есть определенный план Что он во что-то вложит и будет с этого что-то получать И это поможет им быть счастливее Хорошо, звоните, рассказывайте, чего не хватает для счастья вам Виссарион Беринский говорил Много людей живет не живя, но только собираясь жить Да В тему сегодняшнего нашего разговора Отличное высказывание Мы недовольны, мы думаем Ну вот сейчас вот тяжелые времена Через год все изменится Это правда Все изменится у других Или, например, там Сейчас плохая работа Вот будет у меня другая работа Вот я заживу Можно я насчет работы Три секунды буквально скажу Знаете, я без какого-либо бахвальства Просто я чуть-чуть знаком ситуации с работой В Западной Европе и в Северной Америке И я хочу сказать следующее Что более выгодных Привлекательных Невероятно чудесных условий Для работы Чем как в Москве Но очень сложно где-то сейчас найти Сложно даже Это правда Вот там В тех же самых Вам нужно просто 10 лет положить Чтобы дойти до уровня Менеджмента в компании Которые вот у нас люди проходят за 2-3 года Вот ну я тому личный пример То есть Ту должность корпоративную Которую я там в свое время занимал В крупнейшем медиахолдинге Я получил там в общем-то За 2-3 года работы Где-то еще я бы работал Ну лет 10 я думаю минимум я бы работал там Ну точно И то не факт И то не факт Абсолютно То есть тебе нужно было бы Вариантацию сменить И цвет кожи Ну даже не в этом дело Может быть просто Я уверен что там есть еще 50 людей Умнее, выше, симпатичнее Чем я И они бы скорее всего получили эту должность Хорошо Галина из Москвы передает привет Сэму Говорит, что очень приятно его видеть Галина, спасибо И пишет Счастье это когда ты понимаешь сопричастность с Богом Вот такое счастье Ой, это очень важно Такое хорошее утверждение на самом деле Ну вот смотри Ты так уже вскользь несколько раз обмолвился о том Что ты там открыл бизнес Там куда-то переезжал Знаешь Посмотрел мир Я много пожил Я видел море Я знаю тебя лично Ты смело меняешь свою жизнь Многие позавидовали тебе Я думаю позавидуют Расскажи О каком-то может быть событии Или нескольких событиях жизни В которых тебя осенило Что на самом деле Жизнь в твоих руках И ты можешь взять И все поменять Сейчас, подожди Да Время истории В программе Б Итак Давным-давно Когда наш гость Был еще очень молод Он попал на радио Теос Ну я даже не знаю Честно говоря Отвечая на твой вопрос Был ли когда-то момент Когда я Я скажу так Что Когда я рос Когда я был маленький Когда мне было там лет 7 или 8 Я помню Я очень любил смотреть Подводную Одиссею Команды Кусто Может быть кто-то вспомнит Из вас такую передачу Прекрасно Я просто обожал То есть там Остальные ребята шли играть в футбол А мне вот просто очень нравилось Я вот не знаю Вот мне очень нравилось Я любил смотреть Подводный мир И так далее И я мечтал Думаю вот когда-нибудь Я вот буду на океане Или там на корабле Или еще что-то Это вот в моей голове Там все жило Да И когда у меня появилась возможность В школе там В пятом Класс Там я же не понял В каком Впервые в жизни Поехать в Крым В летний лагерь Я понял Что вот Вот моя мечта Сейчас может сбыться Я окажусь на море Никак в жизни до этого не было Ну я был там Леталь Когда у меня год 4 что ли был Поэтому это не считается И вот Я думаю Вот я в сознательном возрасте В 5 лет могу Что мне для этого нужно сделать Вопрос А нужно было сделать Очень Как бы Большое дело Потому что денег Моя мама Мой папа военный Мама научный сотрудник Сами помните Прекрасное это время Денег не было Не там Не там Сразу после развала Союза Поэтому я Спросил Я пришел Спросил Скажите Я вот хочу поехать Денег нет У родителей Но я готов Вот что-то вот там Сделать Как-то быть полезным Что я могу сделать И меня нагрузили Там разные работы Быть вожатым Там помогать С тем всем И так далее И так далее И тогда вот меня бы взяли На что я сказал Отлично Я готов И я поехал И вот это был Наверное Может быть Один из многих примеров Когда Понимаете Когда вот у тебя Четко сформировано Чего ты хочешь Да То есть вот что прям Даст тебе вот такой Заряд энергии Не просто вот Миллион долларов А когда ты хочешь Вот когда ты понимаешь Что вот Ты хочешь океан Или море Или воздух Или небо Или там еще что-то Ты как бы Ты приходишь И ты готов сделать Все что от тебя требуется И даже больше И это осуществляется в жизни Рано или поздно Я просто вижу людей Которые очень Алан Маск Он мечтал Страшно сказать О колонизации Марса Прошло Десять лет И о чем говорят Все мировые СМИ Слушай я нашел Его интервью здесь В старых журналах Материал о нем Как еще таком Начинающем Предпринимателе Да То есть так забавно читать Столько было Сарказма и недоверия В этом материале Что вот Ну типа Скоро пройдет Да как его Да как его вообще Просто некрасиво Говоришь Он шепелявый Какой-то там Плюгавый Что-то говорить не умеет Да какой он CEO Я вас умолю Не все знают Кто такой Алан или Илон Маск Да То есть это Тесла Это Наверное Первый из частных Да SpaceX Первый из частных Негосударственных компаний Которая успешно запустила Возвращаемый Пилотируемый Не пилотируемый Космический корабль Он взлетел Побывал в космосе И вернулся Вот Оскар Уэлт Позвольте я процитирую Ох Но все-таки придется Недовольство Первый шаг к прогрессу Как у отдельного человека Так и у целого народа Сэм Как прокомментируешь Согласен или нет Недовольство Недовольство Ну Конечно Любая негативная эмоция Она очень сильная эмоция Это надо признать Наверное Да Наверное Но Я бы сказал Что Оно дает сильный импульс На короткое время Мне кажется Я недоволен тем Что я сейчас иду Принимаю решение Я не хочу жить в этой квартире Все Сдаем нашу квартиру Орентуем классную Около парка Вперед Все Ты сделал какой-то Маленький проект Но Если мы говорим Про долгосрочную перспективу Тут вот Недовольства Не хватит Мне кажется Тут должна быть мечта Какой-то вот Задор Должна быть Какая-то вот Энергия Которая бы тебя питала На протяжении Достаточно долгого времени То есть Негативная Негативная мотивация Работает хуже Надо преобразовать ее В позитив Я не хочу Вот так Хорошо А как ты хочешь Давай поговорим Мне надоело Экономить в магазине Каждый раз выбирая Самые дешевые товары С красным ценником Я устал от этого Я устал от бедноты Я хочу Поднять свой уровень жизни Чтобы нормально питаться К примеру Недовольство Это эмоции Понимаешь Это эмоция И оно Я с ним не согласен Если бы вдруг Вот ты все-таки Меня бы спросил А не только Сэма Вот Ну вдруг Вот ты бы захотел Олег Михайлович Как твое мнение Я не согласен В данном случае с Уальдом Потому что Недовольство Конечно С ним легко не соглашаться Я по многим вопросам С ним не согласен В целом То есть это эмоция Понимаешь То есть это вот То самое состояние В котором большинство Из нас живет Да Вспомню знаменитого Сергея Юрьевича Белякова Да Это из телевизора Да Шоу То есть небритый персонаж В майке и трениках Который сидит Разговаривает с телевизором Да Да Я доволен Вот это вот Понимаешь То есть вот это вот Корень всего В данном случае Может быть просто Здесь неудачный перевод был Этой фразой Мне кажется Неудовлетворенность Неудовлетворенность Вот Вот что здесь О чем должна идти речь Слушатели пишут Там Неужели счастье Измеряется деньгами Человек что-то Деградирует Но вот именно Об этом мы сегодня И говорим Измеряется ли В этом-то и вопрос Да То есть понятно Что правильный ответ Нет Ну хорошо Если нет То чем Вот в вашей жизни Скажите Чем измеряется Счастье непосредственно у вас Да Да Напомню Слушателям 8800-333-1706 8800-333-1706 Очень простой номер Бесплатный номер Позвоните И скажите Чего вам не хватает Для счастья То есть в чем счастье Для вас Как жить лучше Об этом мы говорим Сегодня в программе В прямом эфире И прямо вот сразу С пылу С жару Не давая Сэму Сказать ни слова Я принимаю Телефонный звонок Здравствуйте Вы в прямом эфире Как вас зовут? Здравствуйте Это Дмитрий Вот я хотел бы Своё ощущение Рассказать Но мне кажется Свяжем немножко То, что я читал Святых отцов Вот все-таки Смотрите Ну это не получится Нужно богословский В богословии И в иудейской культуре Ну вот нехватка Добра Да Вы о которой говорите А это на самом деле Сатана И это Объективно Как бы Ну как бы Существует в нашем мире Он княжит И противодействует Всем людям И соответственно Вы можете Противопоставить Только Евангельское ощущение Сердечной провоци И борьбы с этим А если Да Если Обетование Залог счастья Дмитрий Если теперь Простым языком Для большинства Слушателей Которые Так сказать Для меня Для Семёна Да Специально А нехватка добра То есть Вот неужели Нехватка добра Точнее говоря Хватка добра Вдруг добра Стало больше В мире И вы стали Счастливым человеком В чём это выразится Я и говорю Что нехватка добра Это сатана То есть Это не просто Какая-то Нехватка И можно Какими-то Приёмчиками Или психологией Восполнить А это на самом деле Такое фарисействующее Лицемерящее зло С которым Человек Вон это дело Что слишком просто И грубыми рецепциями Как и слишком искусственно Тонкими Нельзя по его победить И есть только Евангелие И сердечные правота Евангельские И только с ней Мы обретаем Залог Только счастья Но Это Что нам дано Хорошо У Сэма есть вопрос Слушайте Дмитрий Спасибо большое За комментарий Я честно говоря Даже после пояснения В общем-то Не особо Что понял Но наверное Это вопрос К моему IQ Наверное Я бы всё-таки Я вот рассказывал Историю коллегам Как раз Всё началось С того Во всяком случае В моей жизни С какого-то там Тренерства И менторства С того Что мне позвонили Несколько человек Спросили Слушай Мы идём на собеседование Помоги нам Как-нибудь Помоги нам Попробовать договориться Получше По финансовым условиям Задаю Те же самые вопросы Которые мы уже озвучивали Хорошо Скажи А в чём твоя ценность Для этого работодателя Давай посмотрим Что ты можешь Предложить Прежде чем что-то просить А второе Задай себе вопрос Чего я хочу Чего я хочу То есть Чего ты хочешь Сколько ты хочешь Давай проговорим На что Как ты это видишь И я бы предложил Наверное Попробовать Всё-таки нам Такой сделать шаг К реализму То есть Спуститься Вот с этих Высот Это может быть Богословские Гуманитарные Чтобы быть счастливым Да Давайте оставим Это прекрасно Это чудо Это нужно То есть Без этого нельзя Но давайте Вот посмотрим Что нас Сегодня Может сделать Счастливым Это такой простой вопрос Да там Нет Но я Всё-таки Христианин И Всё-таки Есть Мария и Марфа Да И всё-таки Всё равно Надо По жизни Именно вот Держать Как ничь Ариадны Да То есть Конечно Не надо Отрываться Совсем От реальности Но вот Эту чувство Спасибо большое Дмитрий Спасибо Спасибо Дмитрий А в целом Да То есть Это то же самое Что вот Написала нам Слушательница Для человека Счастье лежит В области Духовного Да Вот Был вопрос Действительно Или оно В деньгах Измеряется Вот Для этих Людей Нет То есть Для них Счастье Это не Сколько я хочу Больше получать Или там Сколько мне Должны Подарить То есть Это в Духовном Миле Для них Лежат Вот Эти Давай Уйдём От Больше Получать Деньги Это всё-таки Инструмент Правда Ведь Мы Что-то Фиксируемся На Инструмент Нам Кажется Инструмент Это Сама Цель Нет Я не знаю Кто Хочет Побыть На Океане Например Вот Кто Хочет Поехать На Океан И Побыть Там Я не знаю Там Месяц Или Год Или День Может Кто-то Хочет Например Попробовать Какую-то Еду Экзотическую Или Сходить Куда-то Или Может Быть Попутешествовать Побыть В разных Городах Давайте Попробуем Мыслить Чуть Проще Потому Что На самом деле Если Мы Говорим Про Духовные Какие-то Сферы Жизнь Нам Дана Без Возможности Перемотать Назад Жизнь Нам Дана Без Возможности Как-то Отмотать Или Заново Что-то Сделать И так Дали И Это Наша Ответственность Сделать Так Чтобы Наша Жизнь Была Наполнена Чтобы Наша Жизнь Чтобы Мы Радовались Чтобы Мы Наслаждались Чтобы Мы Были Довольны Конечно Не Надо Фиксироваться Только На Себе Безусловно Это Тоже Путь В Никуда Но И Нельзя Отвергать Как-то Распоряжаться Ей Как будто Это Что-то Такое Я Не знаю Какая-то Легкая Штука Нет У меня Сын Недавно Родился Это Не Просто Дать Жизнь Человеку У нас Телефонный Звонок Извини Что Перебивают Тебя Можно Перебивать Легко Здравствуйте Вы В прямом Эфире Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Тоже Дмитрий Из УНД Вот И Когда Вы Задали Этот вопрос Сколько Или Чего Нужно Для Полного Счастья Я Вот Тоже Сидел Задумывался Не так Часто Задумываешься На самом Деле Об Этому Но Я Понял Что Есть Физическое Благо Есть Духовное Благо Вот Вы Правильно Заметите Нельзя Концентрироваться На Чем-то Одном Так Вот Если Миллионов Отлично То есть Покрыть Там Долги И Дом И Жить Семьей Думе А Духовное Мне Нужно Это Вот Когда Я Живу Живую И Когда У нас Возникают Какие-то Недопонимания То Бо Их Не Возникало Вообще На самом Дель Это Был Вот Понимали Мы Друг Друга С Полуслова Никогда Не Ссорились Да И Все Двигались Вместе К одной Цели Решали Вместе Одни Те же Задачи И Дружно Решали Да Понимаете Никогда Не было Никаких Размовок Хорошо Когда Ты Идешь Вместе Бок Обок Вот Ну Прекрасно Да А сколько Лет Вы женаты Дмитрий Шесть Шесть лет Ну Как и я Тоже Спасибо 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 Большое За то Что поделились С нами Своей Можно Сказать Мечтой Или Может быть Даже Планами Ну Мне очень понравился Комментарь Дмитрия Потому что Он Действительно Мне кажется Он прочувствовал Эту идею И он понимает Что нужно Эти вещи Как-то уметь Балансировать Вот слово Баланс Оно должно быть Конечно Иногда Что-то будет Выбиваться Где-то надо Времени Больше с семьей Провести И забить На работу Где-то Больше с работой Ну Они параллельны Потому что Проще жить С семьей С женой Когда у тебя Большая зарплата Да Вот как бы это Цинично не звучало Но это на самом деле С женой Хорошие отношения Легче поддерживать Все это Когда вы не в шалаше И в землянке живете Нет Давайте не будем Переключать Материальность Только на женщину Нам мужчинам тоже важно Согласен Я просто говорю Как муж Я понимаю Что у нас Меньше напряга Будет В семье Если я буду Нормально зарабатывать И обеспечивать Нужды моей семьи И моих детей Абсолютно Поэтому эти вещи Как ты говоришь Нужно правильно балансировать Да У нас у всех Понимаете У нас у всех Есть Вот Опять же Есть вот это Какой-то Массив информации Который мы ходим Но надо Всегда Вниз Глубже Я Кто я Что я Как Потому что Ключ в чем Допустим Если мы хотим Больше денег Чтобы Чтобы Оплатить Долги И Прийти на Какой-то Следующий Социальный Уровень Большие Деньги Или вообще Деньги Выше Платят Тем Кто Дышит Тем Что он Делает У кого Глаза Горят Не важно Что это Водитель Троллейбуса Или менеджер Летчик Какой-нибудь Или Учитель Понимаете Вот У меня Теща Учитель Я могу Скать Что Она Отбивается Отбивается От частных Клиентов Потому что Просто Она Кайфует Она живет Преподаванием Она живет Вот этим Английским Языком И она Для меня Пример Но она Должна была Пройти Путь Не сразу Ей Как-то Открылось Вот так В советской Системе Должна была Пробиться Пройти Понять Сделать Правильный Выбор Исследовать Ему Ну и Сейчас Она Конечно Просто Красавица Для меня Пример Вдохновения Артем Из Эстонии Такой у нас Интернационал Сегодня Для меня Счастье Это понять Цель Призвание И быть на пути К этой цели Делать что-то Полезное Делает меня Счастливым Принятие Также влияет На счастье Спасибо большое Да Здесь еще У нас Одно сообщение Мне 66 лет Галина У меня есть Прекрасный муж Пятеро Великолепных Дочек Четыре внука И три внучки Мы все с Богом Слава Богу за то Что мы Все спасены От ада И она добавляет У нас с мужем Свой бизнес Ой молодцы Счастливый человек Вот всегда так Понимаете Думаю Что здесь Сейчас вот нам А вот Свой бизнес Друзья Вот Сэм Ты говоришь Не надо Про деньги Не надо То есть Ну вот Без них Ну никуда Я здесь не говорю Что не надо Деньги Я говорю Не надо Про деньги Не надо Только про деньги Это инструмент Понимаешь Не надо Зацикливаться На молотке Как бы Молоток Это всего лишь Инструмент для того Чтобы забить гвоздь И повесить чудесную картину То есть если мы Кисть там И краски Это всего лишь Инструмент для того Чтобы нарисовать Как бы картину Которую тебя будет Либо радовать Либо расстраивать Вот и все Как бы деньги Сколько людей Ну вот Сколько людей Которые не умело Распоряжаются деньгами Которые вгоняют себя В долги Которые Ну как бы Тратят их вообще Не пойми на что И в итоге Других там Как-то Роняют У нас этого нет Но я сейчас вдруг понял Те люди Которые только О деньгах мечтают Посмотрите на историю Они несчастные люди Мировые Не только в России А в целом Победители лотереи Которые получали Сорвали Какие-то джекпоты Да Ни одной нет Счастливым концом Нет Все где-то Проели Пропили Пораздавали Куда-то непонятно Вложили И так далее Вот тебе деньги Свалились И вот люди Пау Да Крах Да Еще про негативную Мотивацию Я уже Андрей Возьм Подожди Я просто Пожаловат В клуб Я просто Уже говорил Про Значит Если ты недоволен Не я говорил Это Оскар Уайл Говорил То есть Ты недоволен Это шаг к прогрессу Вот еще Зависть Как Как мотивация Слушай Ну это все Ее ведь навязывает Все вокруг То есть Реклама Конечно Ты этого достоин То есть То как ты сейчас живешь Это ерунда Посмотри вокруг Как нормальные Красивые пацаны Красивые девчонки Как должно быть И ты сидишь И ты сам с собой Недоволен Должно быть Понимаете Кто-то Кто-то говорит А мы слушаем Самый дурак Кто-то нам говорит Кто-то вот говорит Что Ну ты же Вот я помню У меня был такой Ну ты должен По карьерной лестнице Кому я Кто сказал Что я должен 20 лет назад В нашей стране Вообще все было по-другому Правда ведь А через 20 лет Еще может быть Как будет по-другому Я не знаю Надо Опять же Вот это все просто Это смешно даже Но надо Первое понять Кто я Вот кто я Что меня вдохновляет Что меня заряжает Быстренько скажу Есть такая картина Метель Нарисовал ее Уильям Тернер Мы с женой Как-то были в Лондоне И пошли на выставку Тернера Потрясающе Это он Такой первый импрессионист Который вышел Из таких классических художников Но моя жена Она потрясающе Вообще все знает Про них и расскажет Она художница Да Она художница У нее студия Своя в Москве Так вот И что он сделал Он попросил себя Привязать к мачте Корабля Который вот Вошел в бурю Там и на мель сел И так далее Он говорит Что я на самом деле Не ожидал Что я вот выживу Но я хотел увидеть Вот этот шторм Своими глазами То есть Я готов был Пойти на любые жертвы Для того Чтобы вот Взять вот это впечатление Взять вот эту Ну энергетику Просто колоссальную И вот третий пункт О котором мы не думаем Очень часто Мы не думаем об этом Но он есть вот О котором я просто хотел поделиться Это первое Нужно всегда Нужно понять кто я Второе Определить чего мы хотим Реально чего мы хотим Не заморачиваться на инструменте А вот А третье Определить цену Которую мы готовы заплатить У всего У всего Есть цена У всего И эта цена Должна быть заплачена Вот история с лотерей Как раз Хороший пример Когда человек Не заплатил цену Получил Инструмент Который Которым он В общем-то Разрушил себя Никто из нас Не хочет дать Своему ребенку Бензопилу Правда Потому что мы знаем Что скорее всего Это закончится Очень плохо Да То есть Можно бензопилой Нарубить деревья Да Инструмент А можно Покалечь себя И вот то же самое Происходит с нами Сначала ты должен знать Что тебе нужно Тебе нужно Где ты эти деревья Достанешь Как ты это сделаешь Чтобы не пораниться Куда ты их денешь потом И зачем тебе вообще Столько деревьев И только тогда Ты берешь бензопилу И спиливаешь Восьмилетнему сыну Топор дал Ну не дал Он сам взял Потом пришел С почти разорбленным пальцем Из калоши Кровь выливал Я даю просто ручьем Так что Я сейчас сознание потеряю Никаких денег Для людей Собственно Вот видите Правительство Вот вы говорите Плохое правительство Плохой президент Они заботятся о вас Они понимают Что нельзя вам деньги Не умеете распоряжаться Потому что бестолковые Ну вообще Вот когда Да Ну есть две как бы Две истории Но когда мы находим Кого-то другого Кто может быть виновен В наших каких-то Неудовлетворенностях Это Ну грустно И очень страшно Это вот К сожалению Это путь в никуда В депрессию В разочарование Вот Потому что мы так и будем Соскакать с человеком Там это может быть Правительство Может быть жена Может быть сосед Может быть друг Там экономическая ситуация Кризис Там Как бы Да То есть это Хорошо Но возвращаясь к вопросу Андрея Зависть может быть мотиватором На твой взгляд Или от этого в принципе Надо избавляться Слушайте Ну я не знаю Я не знаю Вот человека Который Вот Смог бы Вот Быть Из чувства зависти Вдохновенным Счастливым Да И стартануть Из чувства зависти Я не знаю Вот Может быть есть Я не берусь Слушайте Ну нет Но я не знаю Просто таких людей Которые Вот Я смотрю на них Думаю Ох Я хотел бы Вот У них Чему-то Получиться Меня удивило Недавно В интернете Прочитался Статью Про человека Который Из чувства мести Чего-то достиг Был какой-то полный мужчина Его бросила девушка Сказал Ты слишком толстый Ты мне не нравишься И он из чувства мести Взял Раскачался Посушился И стал бодибилдером Ну опять же Да Вот Это зависть Там еще что-то Это сильная негативная эмоция Она сильная Я поставлю ее на место Или там Его Или кого угодно Я докажу Что я лучше И все Это негативная мотивация Но она очень сильная Да Очень Безусловно Ну опять же Наверное Кому-то Это вот Сослужило Какую-то хорошую службу Мы говорим О том Как жить лучше Да Мы не говорим О том Чтобы чего-то добиться Да То есть Ну доказал Высушился Дальше что Дальше что Да На короткой дистанции Заткнул ее за поиск Вот Показал Ей свое место Отомстил И вроде как Лучше тебе Опять же Понимаете В нашей голове Почему-то Нам вот кажется Что Что это вот Спринт какой-то Мы как бы Дали разочек И все А дальше все И жили они Там Счастливы До конца своих дней Жизнь Это Это дистанция Это вот Марафон То есть Тебе нужно По чуть-чуть По чуть-чуть Понемножку 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 И вот Потом ты Начинаешь Обрастать уже Отлично Отлично Вопрос Мы тебе Насчет того Доволен Ли Ты Своей жизнью Задавали Ты доволен Счастлив У тебя Все здорово Слава богу Это просто Слава богу Хорошо Спасибо Скажи пожалуйста Вот такие моменты В твоей жизни были Когда ты был Недоволен Ты вот Доходил То есть Ты говоришь Что это в принципе Марафон Это не спринт То есть Вот ты Идешь Идешь Развиваешься И потом Наступает какая-то Точка Когда ты Недоволен Олег Я каждый день Недоволен чем-то Я каждый день Ловлю в своей голове Мысль Что я вот Что-то там Начинаю ворчать Я там что-то Потом думаю И Я должен остановить И сказать Стоп Стоп Подожди Остановись Остановись Да Есть Какое-то Напряжение В жизни Есть какая-то Ситуация Которая Тебя вот Давит Которая Боль тебе Причиняет Полюби ее Скажи Слава богу Что она есть В моей жизни Сейчас Почему Потому что Она сделает Что-то позитивное Во мне Это 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 Пожалуйста Это может быть Какая-то Негативная энергетика Нужно развернуть Сказать Нет Это хорошо Я вырасту Сейчас Это Вот мы с женой Говорим друг другу Любая какая-то Ситуация Негативная Это точка роста Это Это вот Дно От которого Ты отталкиваешься Да И плывешь в какую-то Другую сторону Это что-то Что позволит Укрепить мой характер Чему-то научиться Взять какие-то навыки Вы реально Об этом разговариваете? Абсолютно Мы должны Напоминать себе Периодически Что нам нужно Правильно относиться К трудностям Что это наоборот Это хорошо Что они есть Потому что В этой ситуации Мы растем В тему Станислав Ежелец Ты можешь плакаться Что Роза имеет шипы Или радоваться Из-за того Что шипы Есть на Розе Ты можешь Этому плакаться Я Когда покупаю Жене розы Я прошу Чтобы их обрезали Сейчас Благо Это возможно То есть это просто Твой выбор Таки да Слушай Смотри Давай так Мне кажется Надо без фанатизма Относиться Опять же Баланс Если есть возможность Не нарываться На ровном месте Не отхватывать По голове Надо это сделать Надо обходить Есть даже Притча Очень известная Что мудрый Он видит вдаль И укрывается От беды Если греет беды Надо укрыться Надо спрятаться Огородить свой дом Но если что-то происходит Что вне твоей власти Сильнее чем ты Надо принять это Ну это знаменитая Опять же Еврейская поговорка Да То есть ты сильно Ты справишься Я умный Я даже не стану Вот То есть это из данных случаев Да Вот слушатели пишут Большое счастье Когда есть правильное отношение С мужем и детьми То есть это вот К семейным ценностям Да К счастью Напомню Что мы говорим О счастье Мы говорим о том Чего нашим слушателям Не хватает для счастья Как сделать свою жизнь лучше Сегодня в программе В прямом эфире Мы говорим Не только мы С Андреем Стародубцем Сегодня у нас в гостях Бизнесмен Бизнес-коуч Консультант Сэм Голанов Который нам рассказывает Очень правильно Очень сильные вещи Тем более Испытанный Его собственной жизнью Человек успешный Уже чего-то добился В жизни И готов совершенно Бесплатно С вами этим сегодня Поделиться Также бесплатно Вы можете позвонить Нам по телефону 8800-333-1706 8800-333-1706 С teus.fm Можно сообщение присылать И вот что нам пишут С нашего сайта С нашего сайта Нам пишут Не очень хорошие вещи Про других ведущих Вот Это недовольство Это недовольство Да То есть попробуйте Вот Разверните Игорь Игорь Но на самом деле Вот когда Я вот раньше Очень переживал Когда меня критиковали Очень Ну особенно Там колей Там по работе Задело особенно Когда это самое больное Когда тебе говорят Что ты вот Ты там что-то вот Накосячил И потом тебя вот Прессуют Ты и так знаешь Что это твоя слабая черта Да ты и так знаешь Ты сам себе И тебе еще сверху Там знаешь Нагружает Вот И это тоже вот момент Какой-то там Точка роста Которую я для себя Просто вот Я услышал от других людей То есть смотрю Человек классный Интересный И он говорит Что надо это вот Принимать Я такой ну не знаю Мне конечно Это противно Но как будто бы Он наверное знает Лучше меня И я вот начал с этим работать Не могу сказать Что я рад всегда Когда меня критикуют Но Когда человек тебя хвалит Ну это классно Это приятно Ну Это эмоция вот такая Но когда человек Тебя критикует Опять же Это точка роста Это позволит тебе Вот может быть Сделать какое-то изменение И жить лучше Кто знает Ну опять же Критика должна быть Конструктивной А не просто оскорбление Что ты скажешь Про мысль Что человек просто Должен быть довольным Тем что у него есть Ну Если он может Пожалуйста Я научился быть довольным И используют ее везде Где только могут Что значит если может Ну если Ну опять же Если человек может Вот прям сейчас В том что он есть Быть счастливым Довольным Ну это великое благо Отлично Ему ничего не нужно Дальше двигаться Наверное Я не знаю Человек сам должен Для себя определить Ты ему не нужен Я ему точно не нужен Он же говорит Я научился быть довольным Очень хорошо Очень хорошо Это же путь какой-то То есть он Ты учишь чему Исполнять желание Я не учу ничему Нет Я задаю вопросы Коуч Тебе учишь Да Коуч Это коуч Никакой ответственности Он просто задает вопросы Конечно Потому что Каждый сам Формирует для себя Что ему нужно Сто баксов в час Да То есть я вам сейчас Смотрите Я такой Демагоги мои То есть вы еще Малолетние отцы Да Я вам скажу Что вот насчет ситуации Довольства Что это все здорово Когда безотносительно Твоей собственной жизни Потом когда у тебя Дети вырастают Да И ты вдруг понимаешь Что сейчас У меня у старшего Выпускные экзамены ЕГЭ сдаем Мы куда-то поступаем Я не могу сказать Ребенок Выбери свой путь Чтобы ты был счастлив Стоп Разведем Нет Одна история Это твоя семья Твоя семья Это твоя ответственность Ты должен учить Ты должен проповедовать Ты должен делать Потому что это твоя ответственность Другое дело Другой человек Потому что жизнь Другого человека Это его ответственность И если человек К тебе приходит И задает вопрос Олег Научи Вот меня жить Тогда да Конечно Научи Поделись принципы Если человек Не задает тебе этот вопрос Так не надо его ничему учить Я и про нашу жизнь Сейчас говорю Про то что Вот эта ситуация Что нужно быть довольным Здорово Что человек научился и так далее У меня ребенок 18 лет Я должен его пихнуть Чтобы он все-таки что-то сделал Потому что ты его отец Отец он всегда будет отцом Он был, есть и будет отцом до конца жизни Это наша ответственность как отцов Заботиться о своих детях Не важно сколько им лет Тут вот как бы А ему не надо Это его проблема Ты за его ответственный Точно так же ты за свою жену ответственный Тебе жена сейчас скажет Знаешь мне кажется нам достаточно Нам больше ничего не нужно Отлично И ты остановишься Достаточно что? Достаточно для жизни все Все значит она будет получать столько сколько ей достаточно А я буду работать дальше Не-не-не-не-не Это же семья Это же одна плоть и так далее Какой вопрос Если она говорит Она говорит сидит дома хватит работать Я говорю о том что вот эти вот идеалы О которых мы говорим Что вот я научился быть доволен тем что есть Нужно останавливаться Это эфемерная точка на самом деле Это эфемерно потому что вот Ты говоришь о том что есть люди за которых мы отвечаем И этот принцип уже не работает Почему? Мы уже человека напрягаем Ну вот моего ребенка например который скажет Он меня просто очень любит походы Вот если бы ему разрешили не учиться А только туризмом заниматься Он бы только этим и занимался Олег две разные истории еще раз Семья это одна история И опять же жена это жена Ребенок это ребенок И конечно нам как лидерам нужно лавировать Друзья которых ты любишь Да то есть вот как и Анафан Давида любил Библейская такая история друзья Очень потрясающая Предатель кстати тот еще был Да не важно То есть вот там просто вот братья Да какие-то То есть вот эти люди Которые тебе не безразличны Ради которых ты в принципе не задумываешь Станешь Да то есть умрешь Выйдя за них вперед Эти люди тебе говорят Слушай ну вот It's okay for me Да то есть я буду сейчас жить Вот как я хочу Не мешайте мне Я буду сидеть в грязи В других вещах Да Не трогайте меня Да Не надо трогать Не трогать Дай посидеть в грязи человеку Конечно Да Это тяжело И нам И нам хочется Как бы Помочь Да как-то ворваться Вытащить его На наш Субъективный уровень Восприятия этого мира Заметьте А человек Вот там Вот в этой точке Ему хорошо Он не задет Никаких вопросов Он кайфует от этой ситуации Мое субъективное мнение Дайте ему там побыть Ну если это Если это вот как Иногда Иногда Я опять же вот сейчас Очень так сказать Вот субъективно скажу Иногда нашим детям Надо там побыть Для того чтобы дойти До какой-то точки Ну например Негативной Да Чтобы Был разворот И включилась Какая-то другая мотивация Там или еще что-то Потому что Когда человек Не хочет Заплатить цену Он не будет Этого делать Ну мы с вами проходили Это уже на опыте Всей страны Мы же с вами знаем К рубрике дежавю Давайте перейдем Время наше потихонечку Сейчас подождите Тут Илья из Ялты Меня тут упрекнул Говорит Вайбер даете А сообщение не читаете Опа Илья из Ялты Большой привет Дорогому Сэму Эй Привет Скажу избитую фразу Но Кто не хочет Тот ищет причину А кто хочет Тот ищет возможность Аминь И изменения начинаются с себя Так вот Мешает нам жить лучше Только мы сами И еще одна избитая фраза Не всегда Еще одна избитая фраза Тут тебе оппонирует сразу Илья Счастье оно внутри Да Надо стремиться К большему и лучшему Но также не стоит Жить ожиданием Большего и лучшего Согласен Жить ожиданием Вот что когда-то там Вот скоро будет Это утопия Вопрос Такой момент Про Опять же Я вот Не думаю Что есть какой-то Один правильный ответ Мне кажется Что вот какое-то Вот это понимание счастья Или жить лучше Оно вот В симбиозе В балансе Каких-то вот разных вещей Там дух Душа и тело Там если вы хотите Да там еще что-то Ну тяжело Быть счастливым Когда Там грубо говоря Ты Стив Джобс У тебя куча денег Но у тебя рак И ты скоро умрешь Ну правда ведь Ну давайте не будем Отрицать очевидное Или тяжело быть Когда ты здоров Там и так далее Но у тебя ни копейки за душой Это Ну Крайности Они как бы Одинаково Пагубны На мой взгляд Слава из Хабаровска Просто сегодня Потрясающий эфир То есть От Крыма До Дальнего Востока Супер На каждый день Есть свое счастье Округлить не получается Я бы вот Наверное Даже бы цитата эфира Каким-то девизом сделал На каждый день Есть свое счастье Слава Если это вы придумали Вы молодец Да Красава Спасибо До конца не понимаем Что это значит Но любопытно Я тут Не так давно Посмотрел мультик Тролли Я уже по-моему Его упоминал В прошлом эфире Но не важно Про счастье Мультик ты смотрел? Нет Я вообще телевизор У меня нет телевизора Я не смотрю Не важно Телевизор Выбросить телевизор Нет Я смотрю В интернете Первый путь к счастью Это выбросить телевизор Не важно В мультике Есть такие персонажи Злобные Большие Тролли Бергены Нет Они должны Считается Есть У них такое поверье Есть у них такая традиция Не важно Откуда она взялась Не знаю Что они должны съесть Тролля маленького Чтобы обрести счастье И пока они его не съедят Они этого счастья не найдут Они будут несчастными И вот у них это так считается Ну там сюжет В общем Они пытаются съесть этих троллей Тролли от них убегают И в конце Тролли им объясняют Втирают им такую штуку Что на самом деле Счастье внутри И что не нужно Съедать тролля Чтобы быть счастливым Ну там в конце Естественно музыка Может быть они верят Что это счастье Внутри тролля Так вот Идея в чем В том что на самом деле Все Снаружи нас Нам вот втирает И почему-то считается Что мы будем счастливыми Если вот так-то Так-то и так Если мы съедим Какого-то тролля Понимаешь А на самом деле Может быть стоит Вообще по-другому Просто посмотреть На свою жизнь Конечно Слушайте Ну вот опять же Я говорю Я вот не знаю Есть много разных там способов Но к сожалению Вот интересно что Мне кажется вот Про понимание Кто я Чего я хочу И заплатить цену Это какая-то базовая штука И мне кажется Что причина Почему вот очень многие Какие-то всякие Там штуки На западе Которые там Они проповедуют Там коучинг Не работает у нас Потому что мы в базе Еще плаваем Понимаете Мы вот Мы Каких-то На простые вопросы Мы не можем ответить То есть мы не понимаем Что нам в конце концов Нравится в этой жизни Чего мы хотим Время Время наше Подходит потихонечку Уже к концу Я просил тебя Вспомнить На тему нашей передачи Фильм или книгу Да Коротко в одну минуту буквально Спасибо за этот вопрос Я думал Что же Как бы что же огласить И мне кажется Что было бы уместно В контексте нашей беседы Вспомнить книгу Над пропастью воржи Удивительно Что Вот Селлинджер Он Как и Несколько таких авторов Вообще в мире Это автор одной книги На самом деле То есть он на самом деле Даже не автор Он не писатель Он просто вот Какой-то Взял вот этот симбиоз Там мысли Ощущений Да Он выложил это на бумагу И все Все На этом его как бы Писательская карьера Началась и закончилась И мне кажется Что Если мы хотим продолжить Эту линию Которую мы сегодня начали Я бы порекомендовал всем Почитать вот эту книгу Еще раз Потому что Вот слова Вот все мысли Которые Вот этот Холден Да Высказывает Они очень четкие Ну вот например Я зачитаю Надо дать человеку Выговориться Раз он начал интересно Рассказывать И увлекся Очень люблю Когда человек С увлечением Рассказывает Это хорошо То есть у него И вот эта книга Она просто Испещрена такими идеями Очень осознанными Очень лаконичными Очень Вот про этого человека Потому что ему нравится Он видит Что это есть в мире Так надо позволить Этому произойти Вот Моя книга Это на прописи воржи Счастье Счастье в этот день Моя книга Эрлен Тлу Называется Наивно супер Норвежский писатель Эрлен Тлу Наивно супер Почитайте Просто вот тоже Погрузитесь В такой вот Очень мягкий мир И как-то По-другому На него посмотрите Алексей из Казахстана Пишет Мы сегодня Бьем все рекорды На мой взгляд Подлинное счастье Что не подвержено Влиянию извне Счастье Не имеет конца Если оно имеет конец То тогда Какое-то счастье На мой взгляд Подлинное счастье Это жизнь По Божьим заповедям Вот это внутреннее Мы с этого начали И этим заканчиваем Все суета И как там И там линия духа Составители Книги притч В конце говорят Выслушаем суть всего Слушай Я бы Знаешь Я бы С вниманием Отнесся К авторам Которые пишут Книги в депрессии Он в самом начале Говорит Что я в депрессии Как бы Ну то есть Надо быть аккуратным Прежде чем Мне кажется Их цитировать Или применять В свою жизнь А вот насчет Опять же Понимаете Вот в чем В чем парадокс Что мы вот можем Размыслять о счастье Какими-то вот Я не знаю Там фразами Крылатыми Еще там чем-то Но мы вот Каждый день Мы просыпаемся И зачастую Я не знаю Есть счастливые люди Я вижу много Но зачастую Мы вот как бы Упираемся В какое-то вот Собственно Неумение На нашем Житейском уровне Выстроить Какие-то базовые вещи Которые бы дали нам Чуть-чуть больше Позитивных эмоций Хорошо И священное описание Два примера Я коротко упомяну Проактивная жизненная позиция В священном писании Как люди делали Свою жизнь лучше Вспоминаем историю Из Евангелия от Луки Когда Был больной Парализованный Иисус Находился В одном помещении Невозможно было Пройти туда Невозможно было Добраться Его друзья Забрались на крышу Разобрали кровлю И спустили его вниз Вот все Обалданные